И снова здравствуйте, это Укрлайф, мы продолжаем наши прямые эфиры, гость нашей студии. Вот приятно сказать бывший, впервые приятно сказать бывший адвокат Надежды Савченко, Марк Фегин. Марк, здравствуйте. Здравствуйте. Вам тоже нравится это слово, правда? Ну, всегда адвокату приятно быть бывшим при таком исходе события. Марк, ну давайте немножко вернемся, потому что мы не встречались с вами с момента освобождения Надежды. Давайте немножко вспомним, вот вы уж из первых уст нам немножко расскажите там что-нибудь, как все это было. Еще раз приятно вспомнить об этом. Ну, как бы сейчас уже по прошествии трех с лишним недель уже и детали все достаточно хорошо обсуждены, известны. Ничего такого существенного я вам не добавлю. Потому что я думаю в переложении, собственно, событий 25 мая, когда произошел обмен, то, что сказал президент Порошенко, оно, в общем, так все и было. Есть какие-то менее существенные детали, которые, может быть, и были бы интересны. Ну, я готов, так сказать, вам о них рассказать, может быть, этого времени передачи не хватит. Но главный вывод здесь, что это как ситуация, которая создала определенный тренд, определенный уже совершенно путь к освобождению остальных украинских заложников. То есть Савченко была сегодня, вот только что Солошенко и Афанасьева отправили на самолете. Они сейчас прилетают в Борисполь, насколько я понимаю. Потому что я вот успел перед эфиром посмотреть твиттер Порошенко, и там написано о том, что их все уже тоже обменяли. Причем 27 мая, когда встречался с Порошенко, сразу после освобождения Надежды Савченко, он рассказал о том предстоящем обмене Солошенко и Афанасьева на вот этих одесских граждан России, которые участвуют в событиях 2 мая. Известных событиях, связанных с Домом профсоюзов. Поэтому я, в принципе, знал, что уже эта договоренность есть, и она как бы следствием является освобождение Савченко. Из принципиальных вещей я могу сказать, что адвокаты не вовлечены были в эту спецоперацию по 25 мая освобождению Савченко, никак, ни один из адвокатов. Информация действительно поступала о том, что это произойдет 25 мая. Я вот, признаюсь, испытывал огромный скепсис, потому что срывалось это уже неоднократно. Мне об этом сообщил Сергей Власенко из фракции Батьковщин. Он позвонил мне буквально за сутки и сказал, что в среду 25 мая предполагается такой обмен. Это так долго обсуждалось, что уже не верилось. И я считал, что это может не произойти в 25 мая. Может произойти, но может и не произойти. Мы договорились следить за этим. Причем я в этот момент был за полярным кругом. Я был в Харпе. Это такая колония, полярная сова, очень известная. Там пожизненники сидят. У меня один из подзащитных. И как бы очень далеко это, мягко говоря, от юга, от Ростова и от Киева. Но тем не менее, когда это начало происходить, стало понятно, что механизм запущен, он вряд ли остановится. Но стилистика совершенно точно определялась Кремлем. Потому что там сидят оперативники. И сам Путин, и его окружение состоит из них. И они, в общем, определили ход этой операции. То есть это не говорить до последнего момента о том, что происходит. И не объяснять, почему это происходит. И третье, проводить это в форме оперативного задания, которое реализовывается одномоментно. Вот момент. Во всем остальном этому предшествуют долгие месяцы переговоров. Это известно. Долгие месяцы создания условий, при которых проще, как я говорю, отпустить, чем держать. И это дало свой результат. Все два года я говорил о том, что Савченко осудят. Поскольку в России суда нет вообще никакого. По политическим делам это вообще никак с правосудием не связано. Ну и, собственно говоря, где-то с декабря было понятно, что шли переговоры прямые. Порошенко и Путин по телефону. Это подтвердил Мартийзам Порошенко на первой встрече с ним. Стало понятно, что никакого другого неизбежного результата не будет, кроме как освобождения Савченко. Ну, в обмен на российских грошников. Из таких же существенных вещей, надо сказать, что Савченко сама тоже не знала, что произойдет. Она это рассказала. Я ее вчера видел. Мы еще раз кое-какие детали обсуждали. И в предыдущий приезд. То есть это все было очень похоже на то, каким имманентно присущи публики, которые держат власть нынче в России. Как такая операция спецслужб. Вот так это все было. На шпионский мост. Вы знаете, ну только абстрактно, потому что нет непосредственно моста, а, так сказать, ну им нравится, они же кайфуют от этого. Вот не понимаете, как это? А они вот когда, от двух вещей они просто заходятся, у них оргазм наступает. Это когда их сравнивают со Сталином, потому что они любят вот эту черную сторону силы своей, да, значит, потому что сотрудники спецслужб обожают, когда их сравнивают с отрапами. И второе, это все проводить в режиме спецоперации. Просто если бы вы когда-нибудь почитали, я думаю, что может вы так слышали о книге от первого лица, это первое интервью Путина, которое он дал после прихода к власти. Там трем журналистам, там был Колесников, там еще несколько человек. И он вот описывал, как он для того, чтобы переговорить с человеком, уезжал в Финляндию. Из Питера, когда он был первым замом Собчака. Вот у них все так. Подождите, а когда история, как он рассказал, как Крым он руководил захватом Крыма, вы же помните? Да, да, но он там просто главнокомандующий всех вообще. Ну, это пропагандистская залипуха такая, это, так сказать, для того, чтобы его, так это, знаете, фуражечкой такой, значит, жезл и маршальский ранец. Нет, нет, я думаю, там все было куда прозаичнее, но существо это не меняет. Они обожают спецоперации, обожают вот таинственность такую, конфиденциальность. То есть это не должно никак быть связано с компромиссами, политическими договоренностями. А это понятийная штука такая, но еще и оформленная как, значит, действие темных сил, да, потому что они не приискивают себе положительное качество публично, они удовлетворяются тем, что их все боятся. Это важнее, чем уважают. Марк, вот вы сказали, что судьба украинских других заключенных, которые сейчас там в России, может быть теперь более оптимистична, так мягко скажем, да? Вот почему вы так думаете? А потому что Савченко была самым ценным, так сказать, ресурсом, самым ценным инструментом переговоров, обменов. Если ее нет, то все остальное, все остальные лица, я не умоляю их значение, но так получилось, так сложилось. Это тоже обменный материал, в большей-меньшей степени. Ну, там Карпюк, это более сложная история, поскольку он создает националистическую организацию на УМСО и как бы связан с правым сектором был и так далее. Там чуть сложнее. С Сенцовым чуть проще, но тоже сложно, потому что это крымская история. Они должны показать, что эти граждане Крыма не могут, ну, каких они считают россиянами, не могут быть так просто обменены. Но тем не менее, все равно процесс пошел, как говорил известный персонаж исторический. То есть, я думаю, что постепенно, не быстро, не так быстро, как хотелось, не в один день, но это обмены все произойдут. И вот те, скажем, первые 11 человек точно будут обменены. Что там дальше будет, ну, это надо посмотреть, потому что утяжелена ситуация с новыми крымскими делами, там, какого-нибудь Ахтем Чайгоза. Его быстро не обменяют, потому что его еще не осудили. И там есть совершенно другое наполнение у таких дел. Но, в принципе, я считаю, что как бы это прорвало, и как бы с Савченко уже этот процесс пойдет. Это что, в России поменялась ситуация сама политическая? Что это такое вдруг произошло? Приоритетность изменилась. Она ничего не поменялась, она даже хуже стала, но приоритетность поменялась. То есть, они свои задачи, которые, как они считают, выполнили пропагандистские, закрыли их. Поэтому, как бы, нести издержки за, так сказать, решение, которое они приняли в пик кризиса, им нет смысла. То есть, активной фазы войны нет, но, несмотря на то, что в Донбассе там сложная обстановка, так сказать, Крым водрузили флаг российский, значит, знаете, как у Ван Кревельда. Пока территория, так сказать, не воткнут флаг, это не его. Ну, да, они воткнули все, зачем, какой смысл сейчас сопровождать это озвучкой какой-то пропагандистской? То есть, достаточно уже завершить эти проблемы, чтобы их не тыкали. Плюс, конечно, у них есть интерес к отмене санкций, ну, или хотя бы их продлению не на год, а хотя бы на полгода, европейские, например, санкции. А фон такого рода для обсуждений, для дискуссий по поводу европейской ассоциации очень положительный. Смотрите, мы всех отпускаем. Ну, да, не сразу, тут есть процессуальные сложности, но мы же это делаем. Давайте вернем делегацию в ПАСЭ, российскую делегацию. Давайте, значит, начнем снова обмены между Россией, НАТО, там, ну, всякие такие вот конфигурации. Поэтому этот фонд пропагандистский, так сказать, одна проблема задачи решена, сейчас как бы другая наступает. То есть сначала получали дивиденды во внутреннем употреблении в России от того, что невиновных этих людей, значит, сажали. Теперь хотят получить дивиденды от того, что отпускают, но не внутри России, потому что это уже неинтересно. А не надо мобилизовывать, электорат, он и так уже там. А будут получать дивиденды от всякого рода внешнеполитических ресурсов, внешнеполитических переговоров. Поэтому сейчас будут максимально использовать это для режима санкций, снятия его или там ослабления и так далее. Как вы думаете, могут быть санкции сняты вот уже или начать ослабляться летом уже? Я думаю, летом нет, но вы знаете, очень этот голос звучит в Европе громко. Я, так сказать, Франция не раз принимала резолюции своего собрания о том, что вообще-то надо санкции, значит, как минимум снять или даже там ослабить хотя бы. Я вот лично встречался с главой сената французского. Меня пригласили в посольствие Франции в Москве. Лешер такой, достаточно известный. Он сарказист, он состоит в союзе народного представительства французского. А он очень пропутинский настроен, это объединение весьма. И он как бы поехал, после Савченко еще сидел, это апрель, по-моему, месяц был. Он поехал к Путину на встречу, после встречи со мной в посольстве. И он сказал, да, я вот сейчас буду обсуждать. Вообще говоря, нужно как-то этот клубок распутывать. Он был очень общительный, такой добродушный дядя. Но, тем не менее, было понятно, что многие в Европе и в его лице, и в лице ему подобных, хотят решить вопрос с санкциями. То есть, ослабить их, как минимум. Ну, или бы продлять не на год, а хотя бы на полгода. Вызвать дискуссию в европейском сообществе относительно целесообразности этих санкций. Потому что, ну, с одной стороны, давайте прямо говорить, Кремль огромное количество, с десяток, наверное, правительств в Европе вообще, так говоря, коррумпировал. Вот, об этом надо уже прямо говорить. Бывших действующих европейских. Я не знаю, можно ли у адвоката спрашивать, какие страны бы вы назвали? Вы знаете, я вот сейчас не буду говорить, кого конкретно. Ну, конечно. Но, если вы, премьер-министр, канцлер, точнее, немецкий, работает в Газпроме не последним лицом, то можно делать выводы. Вот, а, так сказать, понимаете, это можно назвать коррупцией, можно не называть коррупцией. Да, ну, если люди получают многомиллионные бонусы и зарплаты в компаниях, российских компаниях, ну, это скрытая форма, может быть, коррумпирования этих чиновников. Бывших или действующих, это уже, вот, как бы, это не мой вопрос, я же не следователь. Но, я думаю, что это сильный фактор. А, во-вторых, есть и соображение сугубо экономического характера. То, что страны теряют от снижения товарооборота, там, знаете, такие вещи. А Россия, это огромный рынок, еще, ко всему прочему, это 140 миллионов населения, это газ, это нефть, это другие ресурсы, там. Поэтому заинтересованность в том, чтобы эти санкции снять, у значительной части европейского истеблишмента есть. Марк, ну, вот, есть несколько тоже громких политических дел, даже против людей, которые не находятся сейчас в России. Ну, вот, вы сами даже навскидку мне назовете сейчас. Вот, я знаю, что вы занимаетесь делом Пионковского, правильно? Да, уже, все, я закончил заниматься, все успешно. А, действительно, Андрею Андреевичу, ну, поскольку я давно с ним дружу, и адвокатом я его совершенно не случайно, потому что он всегда говорил, что когда меня посадят, то вот ты не забываешь, что ты мой адвокат. Оптимистен, однако, изначально. Дело в том, что его в 2006 году уже привлекали по обвинению в экстремизм, по 282-й статье. Вы удивитесь, был суд, и суд его оправдал. Это была такая редкость, совершенно невероятная. Но это была первая практика 282-й статьи Уголовного кодекса. Ему так вот сказочно повезло, потому что эксперт в суде сказал, что в его статьях, а его за статьи, естественно, привлекли, потому что он публицист известный, оппозиционный такой общественный деятель. Все обошлось. А вот в этот раз, после его публикации в блоге «Эхо» Москвы, радиостанции, у них там большие ресурсы, статья называлась «Бомба, готовят взорваться». Действительно, у него один такой стукач мелкий, который по заказу работает, значит, на всех пишут эти заявы. Он не такой безобидный, как кажется, то есть с виду идиот, а на самом деле это, так сказать, очень злонамеренный подонок, который написал в очередной раз на него и на носика. Есть такой еще известный блогер, московские заявления. Отправил их в прокуратуру, так тоже делается, прокуратуру надзорный орган, но тем не менее имеет там форму специальную, вот можно туда отправить, и они по подсредственности распределят. И вот в частности прокуратура генеральная прислала соответствующее письмо, оно было опубликовано, потому что находит признаки состава статьи 280 прим в статье Пьянховского. Это призывы к... ну это сепаратистской статье ее так называют. Вот, значит, нашли эти призывы, а это подсредственно ФСБ, что уже не очень хорошо. Тем не менее, она направила ряд писем, и я думаю, там совпало несколько факторов, ФСБ прислал мне письмо, что нет, мы не возбуждаем против Пьянховского дела, не объясняя почему. Я думаю, причина здесь в том, что это был пик дел Савченко уже перед самым отходом, как бы, и они решили не множить сущности, как у них говорят, и как бы не делать из Пьянховского такого вот героя-мученика, учитывая, что он покинул территорию Российской Федерации, он сейчас не живет в России. Они это дело не возбудили, то есть все обошлось. А вот оставшийся в России носик, у него другой адвокат, так сказать, сейчас уже дело передано в суд по 282-й статье. Вот над ним будет суд, мне сложно прогнозировать, чем он закончится, ну, думаю, ему дадут условный срок. Вот, но у Пьянховского это все обошлось, поэтому, как бы, здесь я тоже могу сказать, что здесь скорее повлияла публичность дела, и, может быть, отчасти мое имя, потому что им, конечно, не хочется связывать с Фегином, потому что эффект от этого ноль, человек 76 лет, он за границей. И понятно, что ему не грозит тюрьма в этой ситуации, но вот крику будет много. Что за высказывания в публицистических работах, а речь там шла о том, чтобы Россия должна делиться от Чечни. Контекст был как раз связан с убийством Немцова, всеми другими вещами, угрозами, которые Кадыров налево-направо раздавал. И вот такой полемический прием, что Россия должна выйти из состава Чечни, которая, как бы, строго определенно фиксирует ее место, особое по отношению ко всей остальной России, вместо чеченской элиты, вот за эту статью его хотели привлечь к уголовной ответственности. Там выступил также заявитель мой чеченский, глава чеченского парламента, депутаты Государственной Думы от Чечни. Они требовали привлечь к Пянковскому уголовной ответственности. Тем не менее, это ничем не кончилось. Ну и, как это обычно бывает, это все раз и растворилось в одном моменте. Как будто никогда ничего и не было. Все крики, все это, возгласы, все. Да, но это, как бы, не единственные дела. У меня много и других дел. И я занимаюсь и крымскими татарами. Сколько у вас в Крыму сейчас дел? Сейчас я занимаюсь, собственно, делом Мустафы Джамилева. Его недопуском. Это, скажем, административное судопроизводство. Это немного более специфическая вещь. Его недопуском на территорию России, ну, соответственно, в Крым. Но сейчас я, скорее всего, войду в один уголовный кейс. Сейчас мы обсуждаем. Ну, просто невозможно заниматься делами всеми одновременно. Мой коллега Николай Полозов, я передал ему часть дел. Он защищает Ахтема Чайгоза, который сидит. Он Хайсером Джамилевым занимается. Очень успешно занимается Николай Полозов. Он, кстати, талантливый адвокат. И там все процессуальные возможности, которые было допустимо использовать, приложить все усилия, они были использованы. И там какое-то относительное, какое возможно вообще в политических делах в России, в нынешней авторитарной России, результат есть. Но положение крымских татар становится все хуже, хуже и хуже. Поэтому из тех многих дел, с которыми ко мне обращаются, ко мне огромное число людей обращается с просьбой вступить в эти дела, я пока не вхожу, жду как бы вот именно по Крыму. Я буду заниматься Крымом. Это такое следующее большое направление. То есть вы будете концентрироваться на крымских татарах? Да, потому что нужно остановить репрессии по отношению к крымским татарам. Вот это цель. Неважно какой кейс, но там есть эти кейсы, их много. Сейчас уже на сотни идет число людей привлечено к головной ответственности. Это и активисты Миджелиса крымских татар, который запрещен, и Хизбут Тахлиер Дилай и так далее. Но задача остановить этот маховик репрессий, потому что он сильно раскручивается, потому что Россия в лице Кремля не может справиться с нелояльностью крымских татар на территории полуострова. Мне кажется, что это сейчас приоритетная задача. Слава богу, что сейчас все остальные украинские политзаключенные. Ну, надеемся, что это будет хоть и не быстро, но их будут возвращать в Украину путем обмена. Как сегодня Солошенко и Афанасьева, как Надю недавно, еще 25 мая. Поэтому расчет на это есть. Поэтому нужно сконцентрировать сейчас большое внимание именно на Крыме. Марк, ну еще вот у нас появилась последними днями неожиданная информация. Евгений Киселев, известный российский журналист. Конечно, в России очень известный. У нас тоже достаточно долго в Украине работал. И он вдруг заявил о том, что против него открыто дело в России. Может быть, вы что-то сможете прокомментировать. Я не знаю, насколько это корректно. Почему нет? Знаете, почему корректно? С одной стороны, потому что его привлекли как раз за высказыванием по поводу Савченко. А я, как ее бывший теперь уже адвокат, не могу оставить в беде людей. Я, кстати, и многим помогал, кого привлекли за Савченко к уголовной ответственности. Ну, в частности, некоторых активистов, которые выходили с пикетами. Я в некоторых административных делах принимал участие. Потому что их брали как раз с плакатами за освобождение Надежды Савченко. Это единичные лица. Марк Гальперин, у нас есть такой известный активист. И так далее. Мы пытаемся ему хоть какую-то посильную помощь. Хотя она очень невелика, прямо скажем. Что касается Киселева, я думаю, что это месть. Все-таки причина это месть. Это не оправдание терроризма, который ему вменяет. Статья 206, по-моему, глава кодекса. Аналогичные дела у меня были. Я думаю, это месть для того, чтобы по сумме, как говорится, Киселева отомстить за то, что он вообще в Украине и его позиция проукраинская. Несмотря на то, что он журналист, как бы, вот, гражданин России не заинтересованное лицо, но все-таки его известная позиция как общественного, какого-то значимого лица, так сказать, представителя СМИ, она известна. И я думаю, это месть, чтобы показать другим, что вот так мы будем поступать с вами, если вы будете нелояльны к позиции Москвы. Я думаю, что причина в этом, основная политическая причина. Это дело без сомнения политическое. Плюс у него масса недоброжелателей, в принципе, из власти. Потому что он многих покусал, когда возглавлял НТВ и каналы, которые наследовали НТВ. ТВ-6, он, по-моему, или ТВС назывался. То есть, это все по сумме. Значит, ну да, обыски и так далее, но, видимо, они настроены серьезно, потому что это оправдание терроризма, это более серьезный состав, чем экстремизм, или, там, 200, вот это 280-я прима, о которой я сказал. Вы тут вчера нам говорил, да, что его переверили на вот эту комфорт. Это очень серьезно, потому что под маркой борьбы с терроризмом, значит, творятся самые некрасивые вещи политического характера именно в России. То есть, вы знаете, Сенцова судили за, значит, по статье 205 терроризм на 20 лет и так далее. Хотя, естественно, никакого терроризма там не было, он абсолютно невиновный человек. Поджег несчастной двери, это в лучшем случае такой хороший административный штраф. И то не ему, поскольку, там, ладно, это можно долго обсуждать, там, есть ли состав вместо хулиганства или нет, спорный вопрос. Тем не менее, я считаю, что, безусловно, Киселев нуждается в защите и политического, и процессуального характера, потому что она настолько разнообразна форма давления, именно, а это под следствием ФСБ, напомню, ну, скорее всего, московское ФСБ там ведет, я так думаю, потому что они в основном занимаются делами такого рода, что ему понадобится, конечно, большая помощь, надеюсь, что он ей воспользуется. Где-то в России у него остались друзья и люди, которые могут оказать ему юридическую помощь. Это ему обязательно понадобится, потому что дело будет продолжаться, процессуальные сроки у него этого дела ограничены. Тем более, сейчас можно судить заочно, вносить решение, передавать международный розыск, в Интерпол можно передавать. Ну, понятно, что изъятием является по уставу Интерпол статья 3, которая не допускает преследований по политическим мотивам, но это надо доказывать, потому что это вводит массу ограничений разного рода. Плюс человеку такого рода надо будет периодически, когда закончится его паспорт, менять там паспорт в посольстве. Ну, масса всяких таких проблем. Поэтому, конечно, Серегу можно порекомендовать только заниматься своим делом уголовным, не бросать его на самотек, потому что, видимо, идут и обыски, и какие-то допросы его близких и так далее в Москве. Несмотря на то, что он сам покинул Россию, тем не менее, так сказать, делом надо заниматься. То есть это скорее как совет, а в остальном я готов его, так сказать, морально поддержать и выступить в его защиту, так сказать, Евгения Алексеевича, потому что он человек очень талантливый, замечательный, и позиции его очень уважаемы. Ну, еще немножко, да, позволю тут сказать. Марк, тут у нас вот интересная история случилась. По большому счету мы отчасти чувствуемся немножко виноватыми в том, что это случилось, потому что... Интеллигентское чувство, рефлексия. Ну, уж так получилось, что выдернули-то они кусок из нашего интервью, и, конечно, туда это переслали, и, конечно, нас же сразу там вот ФСБ совместно с прокуратурой и Роскомнадзором со всеми вместе там и закрыло. Вот это что, практика? Ну, на самом деле, мы же не такой уж большой канал. Что там они в Москве, что у них происходит? А они, вы знаете, они логарифмической линейкой-то не меряют, им какая разница? Это, с одной стороны, бюрократическая работа, ага, начетническая такая, ну, вот, смотрите, очередных, давайте их там, значит, закроем. У них там, видите, что, пропаганда против России, туда-сюда, с одной стороны. А с другой, ну, видите, как, они любую проблему раздувают до размера из мухи слона. То есть это... А иначе чем им заниматься-то? Всему этому репрессивному аппарату же нужно же, как это, знаете, у собачьего сердца там, это глав очистка? Знаете, душили-душили. А если некого душить, то тогда чего? Я думаю, во фразах этих ничего не было, никакого состава я не усматриваю, потому что это оценочное суждение относительно того, что, ну, раз эти берут заложников, ну, почему же не брать их здесь? Это такой полемический прием. Любая экспертиза, независимая, нормальная экспертиза, легко определила, что это, как бы, ну, скорее, упрек репрессивной этой правоохранительной российской системе, которая действительно выкрала Надежду Савченко, кто же в этом сомневается и кем это не доказано было за этот период. Привлекла к уголовной ответственности совершенно невиновного человека, военнослужащик, который исполнял присягу и долг на территории, значит, Донбасса, как военнослужащие, значит, батальюны Айдара, а это подразделение, между прочим, вооруженных сил Украины, если на то пошло. Ну, и так далее, и так далее, не будем отдаляться в дело Савченко, про него и так уже, по-моему, дети, там, младенцы знают, что это за дело. И здесь это, собственно, из той же истории, понимаете, давайте из совершенно ничего не значащих слов выведем состав, диспозицию этой статьи, значит, оправдание терроризма. Вот я это так усматриваю. Поэтому то, что это произошло на вашем ресурсе, ну, для них это только еще больше заводит, понимаете. На наготу плетка заводит сильнее. Вот. То есть, это как у Высоцкого, знаете, цитата про, значит... Нет, напомните. Нет, не Высоцкого, нет, нет. Возбуждаюсь на наготу. Вот, да, в старости я уже не помню, чья цитата. В общем, одним словом, чем... Когда тигру предлагают перейти с животного на спаржу, он этого не делает. Поэтому эти люди продолжат кусать все, что только могут. Значит, и ресурсы, не только Укрлайф, но и другие, многие ресурсы, конечно, тоже запрещены в России. Их невозможно читать. Очень значительные ресурсы. Я вот сам не могу на них попасть. Я вот с Твиттера захожу по ссылкам. Не могу на них попасть. Ну, эта судьба будет такая же и у Вас. Я, кстати, вот когда с Вами встречался, Люда, я оставил ссылки на свое выступление. И многим нравилось, они читали. А теперь, видимо... На YouTube ставьте. Марк на YouTube. YouTube пока не дает нам. Ну, они, я думаю, будут... Там есть у Роскомнадзора перечень вот таких экстремистских ресурсов. Я думаю, Укрлайф, наверное, внесут туда, скорее всего. Так уже внесли. Внесли. Ну, вот они, значит, продолжат методично, продолжат писать везде письма на YouTube, чтобы, так сказать, в российском сегменте этот ресурс не был доступен. Я думаю, что это продолжится. Просто в этом есть уже наработанная, если хотите, методология. Я, например, когда был в Вашингтоне, это был, по-моему, апрель 15-го года, по поводу Савченко я ездил в Конгресс, там, в National Council. Я встречался с вице-президентом Твиттера. И он со мной захотел через институт Карнеги встретиться, потому что он сказал, «Знаете, мы не знаем, что делать. У вас там какие-то законы о блогерах, там, то, все. Вы нам хоть объясните, как нам действовать с этой вашей Роскомнадзором, причем? Там какой-то Жарков или Жаров, я забыл фамилию, которая чистейшая вообще, конечно, по лицу все видно, физиогномика отражает. Значит, а что же нам делать-то вот с ними? Как бы у нас тоже масса проблем, они шлют нам бесконечно эти письма. Значит, этого заблокируйте, этого уберите, это сделайте. Вот, я им, так сказать, порекомендовал, так сказать, через образное, это можно сравнить с ситуацией кретин. Знаете, как у Райкина, значит, вы им курами, а это колесами. Так и тут. И, по-моему, они меня услышали. То есть, они с ними общаются на вот этом изоповом языке. Это единственный способ с этой системой хоть как-то поддерживать статус-кво. Потому что, ну, просто они штампуют законы безумные. Эти законы рассчитаны на, ну, как какая-то, когда-то покойная Новодворская. Знаете, как она говорила? Она диссидентам, которые требовали соблюдать свою конституцию, она отвечала, не дай бог, если соблюдать вашу советскую конституцию, нас никого в живых не останется. Так и тут. Если исполнить все российские законы, которые нынче они принимают, то ситуация будет еще печальнее, чем она есть сейчас на самом деле. Понимаете? Поэтому, с этой точки зрения, мне кажется, что это лишь повод для того, чтобы бороться, вот, и в частности с Укрлайфом, или с другим ресурсом украинским. Потому что, как это ни странно, они сейчас в России, вот ваши ресурсы, выполняют функцию свободных независимых СМИ. Потому что таковых в России больше не осталось. Ну, а вот с Ильей Пономаревым-то что случилось там? Вот вы мне объясните, ну зачем, вот зачем, вот уже заканчивают, вот выборы новые, это на носу. Это зачем они сделали? Вы знаете как? Ну, во-первых, это месть. Потому что Пономарев действительно проголосовал, единственное было голосование против войны в Украине. Ну, по существу, там вопрос был сформулирован иначе. В Госдуме было голосование по поводу Крыма, при соединении Крыма он проголосовал против. Ну, с Ильей мы, конечно, знакомы и конкретно этого вопроса не обсуждали. Но он к этому двигался последовательно и долго. Так сказать, и его эмиграция, и бегство, и поводы, которые искались для того, чтобы его обвинить в каких-то незаконных лекциях и тому подобных, это лишь повод, конечно. Его, безусловно, вне всяких сомнений, политически преследовали конкретно за позицию по Украине. То есть, они могли с ним договориться в чем-то другом, но в этом они с ним договориться... Ну, они вообще ни с кем по этому поводу договориться не могут. Поэтому Пономарев, история Пономарева, казус Пономарева, он в том, что, так сказать, вот эти атомизированные фигуры, которые еще находились в составе прежней Думы, при том, что я как противник всяких участий в выборах, в всяких Думах, тогда я как бывший депутат, кстати, я в 90-е годы был депутатом Государственной Думы, я считаю, что этот институт уничтожен окончательно. И поэтому от того, что его лишили этого мандата, даже перед выборами, либо его решили два года назад, это ничего не меняет. Ни о чем сожалеть. Орган, в котором он обладал мандатом, парламентом не является. Это там отдел копирования администрации президента Российской Федерации. Вот не более того, это... Нет, это даже, вы знаете, я сказал, с каким-то даже, каким-то комплементарностью. Отдел копирования, там сотрудники, чего-то. Здесь совсем все плохо. Интеллигентно звучит, между прочим. Интеллигентно звучит. Вот они, значит, им дают на распечатку, значит, бумаги, вот они их штампуют, выплевывают. Но люди там, это функции, так сказать. Это насекомые, которые кишат, значит, по зданию этого охотного ряда Георгиевского переулка. Это никакими, конечно, парламентариями не является. Поэтому потеря этого мандата, это небольшая потеря для Ильи Пономарева. Марк, скажите, пожалуйста, почему вот либеральная оппозиция в России, объединившись там с правозащитниками, я не знаю, там, с адвокатами, с юристами, не может защитить себя, защитить тех, кто представляет ее, тех, кто мог бы бороться? Ну, смотри, иных уж нет, да, вспомнилось, может быть, в Ульгар, а те далече, да? Да, далече, далече. Вот как-то... А вы знаете, мы с вами об этом, Людмила, говорили, и, по-моему, ну, опять же, это моя субъективная оценка, я ее же не навязываю, но ничего не изменилось, я считаю, что никакой оппозиции в России нет. То есть даже сейчас, накануне выборов, ничего там не ожило. Я думала, может, что-то поменялось. Хуже стало. Вот если бы они не участвовали в выборах, они бы могли создавать о себе какие-то люди, это сумма людей, впечатление о том, что они есть. Вот мы не участвуем в выборах, мы отказываемся от этого декоративного спектакля, значит, мы не собираемся ходить за выписанным нам, значит, этим мандатом на 0,002 в периоде. Мы, есть некая структура гражданского общества, которая не нуждается в признании со стороны этой власти. А там люди по преимуществу мелкие очень. Вот, к сожалению, они очень хотят как-то встроиться, ну, с одной стороны, их можно понять, потому что, ну, невозможно из года в год, а уже даже при Путине, когда уже выборов вообще просто никаких нет, даже как функции, это уже добрых, там, полтора десятилетия, больше даже, да, там, с конца 90-х. Последние выборы были в декабре 99-го, когда прошел СПС, так называемый, ну, ряд других организаций, там, Яблоко. Этого уже давно ничего нет, вообще нет. И эти люди как-то хотят повторить ситуацию в 90-х. А путь этот навсегда утрачен. Вернуться к 90-м, к такой развивающейся демократии ельцинского типа, уже невозможно. Этот путь навсегда закрыт. Вот большей частью своей оппозиции, она ищет способа встроиться в какую-то постсоветскую систему, которая все еще живет, да, ельцинско-путинская. Но на уровне 90-х, давайте вернемся хотя бы к 90-м годам, когда можно еще чего-то где-то нам было существовать, как некой фронде по отношению к власти. А власть, она настолько уже далеко ушла от этой парадигмы, так сказать, ближе даже к регрессу советскому, что ей уже это не надо. Ей не надо ни перед кем ничего изображать. Не надо перед Западом изображать, что, вот, посмотрите, у нас тоже клоуны оппозиционные, вот тут скачут как блохи, понимаете. Ничего не надо больше делать. Вот непонимание, тотальное, вы знаете, в терминальной, что называется, стадии непонимания этого существа, оно создает некие иллюзии, которые о ней корреспондируют вовне, о том, что есть какие-то выборы, процесс, демкоалиции, праймеризы. Вот, а спровождается это все вот таким шапито, когда их показывают незаконно и, конечно, преступно. Какой-нибудь канал НТВ показывает видеозаписи частной жизни, значит, люди эти выясняют отношения, делят какие-то там, понимаете, какие-то должности, какие-то там ужас какой-то. Не какие-то, а хорошие должности. Ну вот, которых у них никогда не будет. У оппозиции никаких должностей не будет. Все это сменится не путем выборов, понимаете, это не путем бюллетеней и опускания их в ящики сменится. Это сменится совсем по-другому. Там будет чистый Донбасс. Бунт? Ну, во-первых, он имманентен вообще российской системе, вообще исторически, именно через бунт, через радикальную такую, тотальную смену всего. Не просто власть, не просто верхов, а всего. Понимаете, все системы отношений общества, праворегулирования, там, и так далее. Эльгиты смены и так далее. Либо бунт, либо это будет какая-то декоративная спектакль наверху, шарфик, табаркерка и так далее, это тоже исторически очень имманентно. Отсылок в истории к этому очень много. Они и сами как бы вызывают к себе этот сценарий, потому что все время, оглядываясь назад, российская власть, она вызывает к жизни именно такие способы своей смены. Вы понимаете, когда вы говорите, мы вот тут империя, русский мир и так далее, вы просто плохо знаете историю Павла, не говоря уже о более таких загадочных примерах, ну, Петра Третьего, например. Ну, да. А они просто историю-то не знают. Там люди-то с мозгом насекомого, понимаете, нервный узел там вместо серого вещества, поэтому эти люди, они живут интересами, а даже не интуициями. Если бы эта способность у них была, они бы осознавали, так сказать, неизбежность, определенную фатальность развития исторического пути, значит, постсоветской империи. Как рухнула империя российская, за ней рухнула империя советская, да, вот этот проект постимперский, он тоже будет, так сказать, в ситуации полураспада и дальнейшего распада, повлечет за собой обрушение всего. И поэтому эти катастрофические сценарии лишь кажутся несбыточными, а на самом деле они имеют характер обреченности. И в этом смысле российская оппозиция, она все эти рецидивы в себе, она в себе эти все ужасные, так сказать, предвосхищения несет в себе ровно так же, как и российская власть. Не будет ни власти, ни этой оппозиции. И этим, так сказать, сердце успокоится. Сразу вспомнился какой-то советский добрый фильм, где герой спрашивает, а что же будет? А ничего не будет, Марк. Похоже на то, знаете, а есть еще второе слово, что это вы что делаете и кто виноват? Значит, знаете, у Розного, где он говорит, а что, что будет, что будет? Вот варенье потом сушить, а потом зимой пить эти веточки. Так и тут, поэтому все сменится, все исчезнет, начнется нечто новое. Конец и вновь начало, как у Гамилева. Понимаете, это не пройдет в никуда. То есть что-то будет вновь реинкарнируется, вновь возникнет. Но просто все этой оппозиции, всех этих лиц, которые вроде на слуху российская оппозиция, их никого не будет. Они не будут бенефициарами этого нового процесса революционного, потому что они не востребованы обществом в принципе. Участие в этих выборах, я сам сторонник бойкота выборов, оно бессмысленно, потому что против нынешнего контента власти, путинского, им нечего предложить. У них нет проекта. Им не с чем выйти даже к тем людям, как их называют, вата, патерналистское большинство, выразимся так. Нечего предложить. Что им предложить? У оппозиции нет идей, которые могли бы заразить эту обычную обывательскую массу. Понимаете? И поэтому я в российскую оппозицию не верю, в ней не участвую. Я ее защищаю. Я сам выходец из нее, потому что я состоял в ведущих оппозиционных организациях в России. Но поняв их, собственно говоря, заглушенность, вот эту их тупиковую сущность, я просто больше не вижу смысла на это тратить время. То есть моя работа, профессиональная, как адвоката, она приносит больший публичный дивиденд для оппозиции в России, чем и вся их по сумме деятельность. Потому что они только и делают, что выясняют отношения, кто главный и кто виноват. Все, больше они ничего не делают. Ну, Марк, раз уж вы заговорили, что они там выясняют, вспомнился мне один неприятный случай. А что ты делаешь? Журналистская работа такая. Она вся жизнь такая. Ну вот да. Марк, вот смотрите, когда Надя была еще в тюрьме, то мы здесь в Украине воспринимали всех адвокатов надежды как одну большую команду. Более того, мы очень за вас переживали, вас поддерживали, мы были вам благодарны, все украинцы, за то, что вы это делали. И вот вдруг после того, как Надя оказалась наконец-то на свободе, вдруг возникли какие-то недоразумения, которые мгновенно, мгновенно в украинских и средствах массовой информации, и в социальных сетях иногда путем манипуляций, иногда путем... Да, вы же понимаете, да? Всегда это кому-то выгодно. Хорошо. Стали мгновенно показывать, что на самом деле нет единой команды, что на самом деле адвокаты там они все там, извините, перегрызлись, уж простите. Да, ну, хорошее дело. Да, мне это слово, что ж поделать, да? Марк, что? Ну не хочется же такого, ну что такое? Ну вы же не российская оппозиция. Реальная жизнь сильно отличается от представления о ней. Мы действительно были команды. Я, вы знаете, взялся за это дело. В свое время мне предложила его сестра, Савченко, позвонив мне в июле, значит, это было 10 июля 2014 года и пригласил в это дело своих коллегу Николая Полозова и, в общем, пригласил также адвоката Новику. Он был молодой адвокат, получивший недавно статус. Он, в основном, был известен, как потом детали выясняются, я же не смотрю телевизор, участникам этой телевикторины что где когда. И при том, что действительно в первом этапе процессуальная работа велась так, как я ее определил, стратегически определил на весь срок, потому что были распределены приоритеты, обязанности и так далее. И, в общем, какой-то начальный этап был очень эффективный. Начальный этап. Постепенно, так сказать, понятно стало, что дело затягивается, что будут всякого рода сложности. Но наступил момент, когда договоренности перестали действовать. Хотя их определял я, эти договоренности. И прежде всего, главной причиной стала неожиданная попытка со стороны одного из адвокатов, это был адвокат Новиков, вмешиваться в украинскую политику. Это началось с закона Савченко. Я узнал об этом постфактум, что, значит, он, а доступ к Савченко в тюрьме, имели три адвоката до суда и в период суда тукани, что якобы вот Савченко выступил инициатором этого закона. С моей точки зрения, первое, адвокат не имеет права был вмешиваться в внутриукраинские вопросы, в частности, в законотворческую деятельность, учитывая тот внимание и тот авторитет, которому он был отдал Савченко, дураку было понятно, что любая бумажка, которую она подпишет и выйдет от нее из тюрьмы, с учетом, так сказать, остроты ситуации, найдет поддержку в парламенте и проголосует и закроет глаза там на много чего. Я был против, почему? Потому что нам важно было не поляризовать украинское общество по отношению к Савченко, да? Кто-то за, кто-то против, законы, они же разделяют людей. Далеко не всегда они действуют общим образом. То есть, это было некое политическое действие, которое могло разрушить монолитность этой поддержки надежды Савченко в украинском обществе, чего мы очень-очень боялись. Я очень боялся, потому что люди начнут говорить, а вот она там в Батьковщине, а нам не нравится Батьковщина, кто-то наоборот нравится Батьковщина, закон нравится, закон не нравится. Это был первый звонок такой неприятный, но, хочу подчеркнуть, до конца, до освобождения Савченко мы сохранили это внешнее единство для того, чтобы не повредить самой надежды. Я вам приведу массу примеров, да и вы и сами знаете, когда люди, так сказать, начинают выяснять отношения во вред, во вред делу общему. Вот этого не произошло, и мне кажется, что это очень важно. Но вот сейчас, когда все уже закончилось, сейчас можно и важно расставить точки над «и». Поскольку это не прекратилось и нашло, так сказать, выражение и в других вещах, совершенно неприемлемых, с моей точки зрения, я считаю, что граждане России, не важно, адвокаты, защищаешь парламентария украинского или кого-то другого, ты не вправе вмешиваться в внутренние дела Украины. Если бы мы были швейцарцами или каким-нибудь, я не знаю, американцами, это было бы безболезненно, потому что мы не воюем с Украиной. А вот, учитывая войну в Донбассе, учитывая оккупацию Крыма именно России, я считал, недопустимым в принципе российским гражданам лезть во внутренние дела Украины. Это вредно с разных точек зрения и с точки зрения защиты Савченко. Там много чего было еще. Там была и вдруг неожиданная, так сказать, подпись в поддержку Корбана, например, так сказать, непонятно, как возникшая эта бумага, потом то опровергали, то нет, это тоже прошло мимо. Это тоже шло через адвоката Новикова. И я считал недопустимым, так сказать, в момент, когда мы нуждались в огромной поддержке и власти, и оппозиции украинской и так далее, лезть в эти дела. Не надо было в них лезть для того, чтобы это не мешало делу защиты и консолидации украинского общества вокруг поддержки Надежды Савченко для того, чтобы добиться ее освобождения и вообще возвращения на родину. Марк, ну, подожди, вспомнилась фраза из старого известного фильма, когда, помните, один из актеров говорит, ну, что вспоминать, дело-то прошлое. А дело в том, что это не закончилось. Дело в том, что адвокат Новик, к сожалению, решил активно вовлечь судебную реформу посредством Надежды Савченко. И, уверяю вас, это сослужило Надежде Савченко медвежью услугу. Потому что сейчас та критика, которая сдается в Ваду с надеждой за ее высказывания отдельные, она еще имеет тот смысл, что ее будут упрекать и за то, что в дальнейшем, я в этом не сомневаюсь ни секунды, что окружающие ее россияне, ну, вынуждены там, окружающие, как адвокаты и так далее, преследуют какие-то посторонние цели. Чего бы мне хотелось бы максимально избежать. И на самом деле никакого выяснения этого же не было. Мы просто с Николаем Ползовым, который придерживается моей же точки зрения, отделились от этого направления деятельности вокруг Надежды Савченко. И теперь мы можем не нести за это ответственность. Это очень было важно. Понимаете? Потому что если завтра что-то примут опять типа закона Савченко не то и не так, то скажут, это все сделала группа адвокатов, которые, значит, раньше были такие хорошие, а теперь оказались такими нехорошими. Вот нам бы не хотелось бы нести за это ответственность. То есть, в принципе, это не сведение счетов, это просто такое вот Это сегрегация. Разделение, да. Да, сепартизация, если хотите. То есть, кто-то там, кто-то здесь. То есть, мы уже больше с адвокатом Новикой не работали и работать не будем. Я считаю, что это негативный опыт в этом смысле. В этом смысле. И поэтому, так сказать, полностью себя от этой деятельности отделяю. Моя деятельность в Украине исключительно правозащитная. Права человека не являются внутренним делом ни России, ни Украины, никого-то не было. Права человека это надюрисдикционная вещь. Правами человека не может заниматься государство внутри себя. Это не внутренний вопрос. И поэтому правами человека я готов заниматься и в части освобождения украинских политзаключенных, чем я и занимаюсь, и в части украинских татар, потому что здесь нет вмешательства на внутренние дела Украины. А вот здесь законотворческий процесс, партии, поддержка их, голосование и так далее. Это все вопросы украинских граждан. Если кто-то хочет этим заниматься, пожалуйста, получай украинское гражданство, голосуй, участвуй, получай все политические права. Во всем остальном это будет выглядеть как попытка вмешательства в весьма чувствительную область, какой является законотворчество. Я это говорю со знанием, поскольку, помимо того, что я бывший депутат государственной думы, так сказать, парламентарий, бывший российский, я знаю, что это означает. Я и сам специалист, я кандидат юридических наук, у меня есть научная специализация, но я не позволяю себе и не считаю допустим лезть в законотворческий процесс в Украине. Уверяю вас, в Украине замечательные юристы, я вот, кстати, недавно в основном юридическом факультете университета, там замечательные молодые специалисты, педагоги, там есть специалисты, эксперты, значит, в области права, никакая помощь им вообще не нужна, будь то по суду присяжных, по судебной реформе, чему бы то ни было. Это принципиальный вопрос, и поэтому отделение себя от этого мне казалось принципиально важным. И Надежда меня понимает, позицию мою разделяет в той ее части, что я не хочу быть с этим связанным. Если она считает нужным продолжать эту работу в таком виде, так сказать, относительно законодательства, я тут как бы ее вообще не трогаю, потому что Надя самостоятельный политик, никто на нее, уверяю вас, не влияет, так сказать, никаких там посторонних влияний нет, это просто публично создает проблемы, которых я бы не хотел бы решать, не хотел бы нести на себе эти издержки публичные, поскольку у меня еще пристает огромная работа вот в Крыму, и я не хочу услышать упреков относительно того, что мы что-то там искривили, что-то такое сделали не так, что за что будем нести ответственность. Ну и последний, Марк, вопрос, может быть, он не так к вам, как к адвокату, но вот вы же там из Москвы сейчас прилетели. Да, вчера был. Вот скажите, пожалуйста, какие там настроения в Москве, вот что витает, заканчивать войну на Донбассе, не заканчивать, что витает в воздухе, что витает в этих всяких правительственных коридорах, что витает в головах у интеллектуалов российских, ну поделитесь с нами. Ну, смотрите, я же могу опосредственно только об этом говорить, Путин не снимает трубку с рычагов и не позвонит мне для того, чтобы сообщить о, так сказать, Ну пока нет, пока некуда? Да нет, он не будет. Я ему, кстати, открыто письмо к нему обратил, чтобы он отпустил всех остальных, естественно, они сделали вид, что вообще такого не существует и меня не существует и так далее, но это нормально. В России так принято, значит, именно такой политический диалог, с игнорированием вообще населения, людей, это нормально, до этого не опускается. Но это же как у Ильфа Петрова. А ты кто такой? Помните у Ильфа Петрова? А ты кто такой? А ты кто такой, да. Нет, но даже для задачи этого вопроса должна возникнуть хоть какая-то причина. А там нет причин, а Путин вообще не интересуется ничем, что касается мнений других людей, и в частности российского общества. Его вообще не существует, поэтому, когда упреки сыплюсь, я вам по ходу расскажу относительно того, что как же его два года настраивали, что Савченко убийцей будет сидеть, он сам лично это заявил Роману Цымбалюку из Униана на пресс-конференции 18 декабря 2014 года, что там есть такая гражданка Савченко, что вот если вот она виновна, будет сидеть, а если не виновна, мы ее, значит, отпустим, но Савченко не сидит, а вы ее признали виновной, что ж это? То есть его не интересует возмущение так называемой ватой, ее называют ватой, это абсолютно подавляющее большинство, которое и оно и сейчас остается, поскольку промыты мозги телевизором, так сказать, пропагандой относительно Украины, его не интересует их позиция вообще. Что они там думают, считают ли надо отпускать, Савченко не отпускать, он решает свои задачи, с населением это вообще никак не связано. Ровно такие настроения, да? Обыватель с повестки дня хочет снять вопрос Украины, то есть ему хочется, в общем, чего-то другого. Сирия в какой-то момент, она действительно повлияла на эту приоритетность, и там занимались пальмирой, знаете, там это какие-то там эти бомбежки, сейчас вроде как, поскольку и там их не спросили, ввели, вывели, так сказать, прекратили бомбить, не прекратили, все это кончилось. То есть Украина не вернулась на первый план новостей, и не интересует в такой степени, какой это было в 14-м или 15-м году, но тем не менее, так сказать, позиции не изменились, да, пропаганда работает против Украины, она вот на украинофобию, то есть это и украинофобия, такая, знаете, политическая украинофобия, она сохраняется, это вообще не до государства, не до люди, это плохие русские, ну вот в такой же контекстуре. То есть здесь ничего с этой точки зрения не изменилось, но просто у обывателя появилась масса хлопот, чисто экономических и социальных, ему надо как-то выживать. Во фразе Медведева, почему она так зацепила, вы держитесь тут там, а я пошел поясную кровь есть, понимаете, это отражение ситуации, потому что ему говорят, идиот, нам уже пенсии, ты понимаешь, что 8 тысяч, ну вы держитесь там, денег нет, понимаете. Вот я думаю, что для населения, если уже говорить, там, крымчане или там любые другие, какая-нибудь захолустье русская провинция, там ровно такие же настроения, то есть держитесь там, понимаете, а как держаться, если у тебя пенсия такая. То есть люди в основном сосредоточены, озабочены своим социальным положением, мне кажется, это гораздо более для них важно, чем Украина, война в Донбассе и тому подобные вещи, потому что для них это всегда картинка из телевизора. Что касается в эстеблишменте, что касается элиты, ну так она производная от этой власти, она в ее эту пирамидальную сферу вовлечена и там кроме коррупции никого ничего не заботит. Это сугубо мещанские такие интересы, сколько украсть, больше ничего. То есть это главный приоритет для любого чиновника, как и сколько можно украсть. И все остальное уже влечет куда меньше, так сказать, озаботиться переустройством страны или машину на электродвигателе сделать. Это не про Россию, не про русского чиновника. Он должен быть туп, глуп и жаден. Вот три качества, которые являются основанием для формирования русского бюрократического аппарата. Понимаете? Жаден это обязательно. Потому что если он не жадный, значит с ним что-то не так. Значит он какой-то неправильный. Русская система власти простроена сейчас так, что в ней коррупционная составляющая является центральной. То есть все заточено именно на то, чтобы обогащаться за счет других людей. За счет налогоплательщиков в конечном итоге. И это является главным. Что касается вот этого узкого маленького слоя, о чем мы уже поговорили в части оппозиции. Ну это какая-то активная гражданская среда. Но значительную ее часть составляют люди, скажем так, ну интеллигенцию, то что мы называем. Они, как это ни странно, в каком-то смысле повторяют поведение, я подчеркиваю поведение, ну в метафизическом смысле основной обывательской массы. Они там хотят уехать. Они хотят устроить свою жизнь отдельно от этого государства. Да, они относятся к нему негативно, презрительно. Они власть ненавидят. Но тем не менее они тоже сосредоточены на частной жизни, на своими частными свободными, чтобы их не потерять. Люди очень замкнуты на пространстве своего личной свободы. То есть люди хотят все-таки отделить себя от государства и жить как-то независимо от него. Ну не быть бюджетником, условно говоря. И это главный побудительный мотив. А вот предпринимать какую-то активность, если она бессмысленна, ну условно говоря, ходить по митингам бесконечно, я бы сказал, что это стихийное желание постепенно утрачивается. Как раз в силу того, что никто особенно не верит в перспективы такого рода. То есть именно поэтому на предстоящих в сентябре так называемых выборах, а цифры-то уже есть, то есть если кто-то думает, что то, что здесь при Януковиче творилось, это недостижимое, я подчеркиваю, недостижимое для России состояние, которого не будет еще долгие десятилетия. Вы хотите сказать, что результаты выборов уже известны? Все, абсолютно. Там поименный список уже членов парламента уже известен. Ну там 2-3 фамилии, не более того. Все согласовано, все подписано, все проработано. Дальше начинается какая-то декорация, такая картинка. Ну я просто немножко знаю инсайд, я общаюсь с разными политтехнологами, они ко мне обращаются. там за всякими вопросами. И они мне как бы рассказывают, работают там при в основном администрациях, формируют эти штабы администрации. Так сказать, это не партия Единой России, потому что Единая Россия это сборище каких-то идиотов в основном. Так сказать, потому что нужны идиоты, поскольку им проще управлять, потому что придурки и больше ничего. Я вас уверяю, я вас уверяю, там есть те, кто поумнее, они занимаются деньгами. Основная масса вот, это вот, ну а вы посмотрите ОНФ из кого состоит, вы посмотрите из кого состоят значит эти ряды, ряды значит участвующих в праймере с Единой Россией, там какие-то, слушайте, какие-то эти, из шоу какие-то актрисы, какие-то спортсмены с видом гуэмплена, так сказать, выражения лица и так далее. То есть это что-то ужасное, из кого состоит российский парламент. Вы понимаете, даже в политической культуре Украины вы тоже разные найдете типажи, да, то есть и люди разные приходят, но вы их хоть выбирайте, понимаете, то есть это как бы отражение части мнения общества, ну хороший, плохой, ну какой есть, вот такая вот бурная такая турбулентная среда. А в России, вы представляете, сверху отбирают таких, причем многие не верят, там же глум, там сказать, вот например, взять нас, значит, амбудсмен Маскальков, генерал МВД, вы что думаете, это что такое? Это же решает Путин, это же глум, это же определенное глумление, а давайте дуракам еще эту, вот эту, жирную поставим, понимаете, вот как это происходит, вот все мне не верят, а это именно вот даже в таких выражениях под ха-ха вечером, ну давай, приведи ее, заводи, поет, и уводи. Это именно так и происходит, буквально, не буквально, это уже детали, это глумление, вы понимаете, это глумление над правами человека, глумление над вообще системой гражданского общества, ну, которого там, понятно, в чухоточном состоянии в России, им хорошо от этого поглумиться, понимаете, поставить генерал МВД, уполномоченным по правам человека, вот нормальный человек вот может вот это охватить мозгом, а в России это возможно, и я считаю, что побудительный мотив является глум, такой настоящий такой прожженный глум, такой черный юмор, который, как известно, к которому Путин очень склонен, как говорила его жена, бывшая. Поэтому я считаю, что ждать каких-то неожиданностей от состояния российского общества сейчас не стоит. Не стоит, при том, что гремучая эта смесь из недовольства, раздражения, так сказать, бесперспективности, определенной безысходности, она есть. Но она находится в таком месте психики, психофизики этого организма, такой субстанции, каким является российское общество, что она еще не скоро найдет свой выход. Я даже не знаю, оптимистично это, но это для завершения. Реалистично. Реалистично. Марк, спасибо вам огромное, спасибо, что были сегодня с нами. Хочу напомнить, что гостем нашей студии был Марк Фегин, а вы оставайтесь с нами, и это Укрлайф. Спасибо, Марк, огромное. Спасибо.